Ребят, вы наверняка это замечали, но да, мы на этом канале обожаем видеоигры. И я в основном привык восхищаться ими, как горяченькими новинками, так и бессмертной классикой, к которой я обожаю возвращаться. Но сейчас кажется без щепотки негатива никуда. Иногда объяснение того, почему игра тебя разочаровала, помогает понять, почему на самом деле вам нравятся игры и что вы от них хотите. Всем привет, я Никитун, и это шестерка скатившихся серий игр. Приятного просмотра. Друзья, каждый год выпускается огромное количество разнообразных игр. У одних крутая графика, другие берут невероятным сюжетом. Но определенно самым топовым морским онлайн-экшеном неизменно остается World of Warships. Тем более, что сам я здесь разваливаю вражеский флот со снайперской точностью. А больше всего мне нравится это делать на французском линкоре восьмого уровня Ришелье. Да, он имеет лишь две башни с главным калибром в носовой части корабля. Однако, во-первых, на каждой из них расположено по четыре 380-мм орудия с базовой дальностью стрельбы на почти 23 километра. А во-вторых, стрелять с них можно в любом направлении, вообще не подставляя борта противнику. Очень удобно. Все это вкупе с отличным бронированием, эффектным ПВО и, конечно же, с высокой маневренностью. Так что зачистили пространство, врубили форсаж и вперед с командой на захват точки. Поэтому скорее качайте World of Warships по ссылке в описании, забирайте крутые подарки для мощного старта и вперед к победам, командиры! Давайте начнем с 6-го места и с довольно очевидной серии Battlefield. Сейчас очень модно ее ненавидеть. Совсем недавно вышла Battlefield 2042. И для многих фанатов она стала последним гвоздем в крышке гроба серии, которая несколько лет подряд так или иначе разочаровывала игроков. Но, как и в случае с многими играми из этого списка, я хочу отметить, что есть люди, которым игра нравится, и я не собираюсь их за это поливать грязью. Это хорошо, что им весело. Но объективно, Battlefield 2042 была забагованной, недоделанной, проблемной игрой, как и многие другие тайтлы 2021 года. Ей нужно было больше времени на доработку, а учитывая, насколько популярна франшиза Battlefield и сколько с ней связано ожиданий, касающихся контента, геймплея, сетевого кода и всего остального, состояние, в котором ее выпустили, многих сильно расстроило. На степень этого недовольства повлияла и вышедшая ранее Battlefield 5, которая оставила у некоторых игроков неприятные воспоминания. Я плохо понимаю, за что ее ненавидели, но я определенно потерял к ней интерес быстрее, чем к Battlefield 1. Причина, по которой я хотел начать видео именно с Battlefield, заключается в том, что хотя франшиза и скатилась, я все равно смотрю на нее с надеждой и задаюсь вопросом, сможет ли она вернуться к золотому веку, когда выходили лучшие части серии, Bad Company, Battlefield 2 и Battlefield 3. С ними у многих людей связана масса теплых воспоминаний. Целая куча игр серии имела сразу после выхода различные проблемы и была полна багов, но столько их еще никогда не было. Сама идея Battlefield 2042 казалась великолепной, ведь это игра с упором на сетевую составляющую, на любимые события и моменты игроков. Но получили мы не совсем то, что хотели. И в серии появилась очередная игра, не оправдавшая ожидания. Лично мне кажется, что у серии есть все шансы вернуться на вершину славы, и что авторы еще не раз попытаются это сделать. Буду держать за них пальцы в кулачках. А на пятом месте серия Mass Effect. Это еще один случай, о котором я говорю с большим сожалению. Ведь в этой серии была лишь одна промашка, одна неудачная игра. Большинству игроков пришлась не по душе Mass Effect Andromeda, которая вышла 21 марта 2017 года. И с тех пор в серии не было ничего. Мы знаем, что она еще вернется. И я очень надеюсь, что это возвращение снова сделает ее феноменальной и горячо любимой. Потому что оригинальная трилогия просто поразительна. Я говорил о ней в массе разных видео. А еще ее перевыпустили в виде коллекции, и я с радостью снова погрузился в эти игры. Но Mass Effect Andromeda для большинства игроков была слишком забагованной и не такой интересной. Так что многие просто списали ее со счетов. С другой стороны, многие из тех, кто все-таки попробовал познакомиться с игрой поближе, посчитали ее неплохой. Но все же, учитывая недавние провалы BioWare по типу Anthem, у нас есть все причины волноваться за серию. В общем, несмотря на то, что серия как бы скатилась, я надеюсь, что это лишь небольшая помеха на ее пути, и что она продолжит нас радовать. Может, проблема была в том, насколько крутой была оригинальная трилогия. Любой следующей игре в серии, которую определенно будут сравнивать с трилогией, будет очень трудно достичь ее уровня. К счастью, BioWare работают над следующей игрой. Они с Electronic Arts осознали, что это отличная серия с очень крутым фантастическим миром, и решили попробовать к нему вернуться. Как фанат Mass Effect, я желаю им только успехов. На четвертом месте серия, состояние которой безмерно меня печалит. И это Metal Gear Solid. И дело не совсем в том, что игры серии постепенно становились все хуже, а в том, что разработчик и издатель, владеющий правами на серию, компания Konami, решила с ней сделать. Отец серии, Хидео Кодзима, больше не связан с Metal Gear Solid, потому что между ним и Konami, по всей видимости, произошел какой-то серьезный скандал. Он покинул Konami, чтобы заняться новыми странными играми, а Konami сохранила все права на интеллектуальную собственность. И что она с ними сделала? Metal Gear Survive. Metal Gear Survive это созданная исключительно наживо ради игра в жанре выживания, которая использовала движок, а также различные идеи и ресурсы, позаимствованные из Metal Gear Solid 5. И получилась она не очень хорошей. На это было больно смотреть, ведь Metal Gear Solid 5 была очень качественной игрой. Играть в нее было весело. Да, сюжет мне, фанату серии, показался странным, но геймплей великолепно перенес захватывающий стелс на большие открытые уровни. Серия скатилась не только из-за последней игры в ней, но и из-за того, что Konami больше ничего с ней не делает. У них есть бренд, который скорее мертв, чем жив. Его иногда пинают, чтобы продать какие-нибудь сувениры, но это и все. Я не думаю, что это продлится слишком долго. Konami определенно унюхает деньги и что-нибудь выпустит. Может новую игру, может ремейк первой части, как знать. Опять же, никто не знает, как это будет выглядеть без руководства Кодзимы. Ситуация с Metal Gear непростая, неоднозначная. И серии весьма нелегко будет вернуть себе былую славу. А на третьем месте серия Medal of Honor. Medal of Honor в какой-то момент истории была крупнейшей франшизой шутеров от первого лица. Она была крутой, кинематографичной, захватывающей. Все играли в нее. Сначала вышедшую в 99-м первую часть, затем в Light Assault, затем во Фронтлайн. Я бы сказал, что закончилось все на Airborne. Серия просто отлично представила знаменитые моменты из истории. У игр всегда был довольно большой бюджет. Они отлично выглядели для своего времени и заставляли погрузиться в свои миры. Какое-то время серия отдыхала. Но издатель Electronic Arts в 2010 году решил ее перезапустить с помощью новой игры, Medal of Honor. И... Она была не очень крутой. Она казалась скучной, лишенной оригинальности, не такой качественной. Это была просто неудачная игра. Два года спустя новой попыткой стала Medal of Honor Warfighter, которая была еще менее оригинальной и еще более неудачной. Там было несколько прикольных погонь на машинах, а также несколько интересных сделанных встреч с врагами. Но в целом люди ждали от серии совсем не того. Хочу отметить, что сюжет был написан настоящими ветеранами. Но, к сожалению, надежды Electronic Arts на успех не оправдались. Они пытались снова сделать Medal of Honor по-настоящему популярной серией. Циники даже сказали бы, что ее попытались сделать ответом Call of Duty. Но до этого дело не дошло. Перенесемся в 2021-й, где мы получили Medal of Honor Above and Beyond, которая стала VR-эксклюзивом, так что в нее мало кто поиграл. А те, кто поиграл, как критики, так и обычные игроки, назвали ее неплохой. Но не то, чтобы прям выдающейся. Она определенно не стала поводом для срочной покупки VR-гарнитуры. Хотя ее делала респон, а музыку сочинял Майкл Джакина, работавший над серией раньше. Атмосфера Второй Мировой в ней определенно присутствовала. Но игра все равно казалась каким-то небольшим побочным проектом. В общем, Medal of Honor уже не та. Сможет ли она вернуть себе былую славу? Я не знаю. Сейчас в мире настолько много других шутеров, что это явно будет непросто. Но это определенно было бы интересно. А на втором месте, естественно, еще одна франшиза, правами на которую владеют Konami. И это Silent Hill. В Silent Hill случилось примерно то же самое, что и с Metal Gear Solid. Konami просто ничего с ней не делает. После пары провальных игр она решила даже и не пытаться. Последняя игра в основной серии вышла аж в 2012-м. И это была Silent Hill Downpour. Которая должна была все немного перезапустить и оживить. В ней было меньше тумана и больше дождя. Существа были гораздо менее страшными. В целом она была менее оригинальной и мало кому пришлась по душе. А после этого во франшизе наступил застой. В какой-то момент велась работа над Silent Hills. И нам даже показали пяти. Интерактивный тизер, над которым работали Гильермо Дель Торо и Хидео Кодзима с командой. Этот небольшой эксперимент был невероятно пугающим и многих впечатлял. А потом Konami и этот проект отменило. Ну что вы творите, ребят? Silent Hill это еще одна серия, у которой в конце не было прям ужасных игр. А была пара средненьких. Но потом правообладатель решил серии больше ничего не делать. И теперь есть все шансы, что о ней просто забудут. К счастью, до меня постоянно доходят слухи о том, что над новой Silent Hill уже работают. Но пока что никакой конкретики в них нет. А на первом месте Dynasty Warriors, что лично меня особенно огорчило. Последняя часть Dynasty Warriors получилась жутко унылой. Dynasty Warriors 9 вышла 8 февраля 2018 года. И стала очередной жертвой моды на открытые миры. Dynasty Warriors попытались переделать в игру с открытым миром и заданиями. И результат оказался отвратительным. Играть было совершенно невесело. Казалось, что игра была сделана абы как. Геймплей показался каким-то уж слишком избитым. Что не всегда плохо, но в данном случае играть просто было не особо приятно. И с тех пор во франшизе ничего толком не происходило. А жаль, ведь она построена на очень оригинальной идее. На первый взгляд она может показаться глупой. Но играть в игры этой серии потрясающе весело. Круто участвовать в войнах и сеять хаос на поле боя в масштабных битвах. Да и сюжет порой оказывается довольно интригующим. Но уже довольно долгое время игроки не могут погрузиться в новые приключения подобного рода. Девятка оставила на франшизе такое пятно. А у игр серии настолько ярые фанаты, что я даже не представляю, как авторы восстановят свое доброе имя. Я всегда надеюсь на лучшее. И нам с вами остается только надеяться и ждать. А какие серии игр, по вашему мнению, близки к большому провалу? Не хочется разводить негатив, но в последнее время, как я уже говорил, без него никуда. Так что буду ждать ваше мнение в комментариях под видео. Не забывайте про пальцы вверх, подписки на канал, телеграм и все тому подобное. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун и до скорых встреч в новых видео.